Время было уже после 10. В магазине больше не продавали алкоголь. И мы отправились в ближайшее кафе, где алкоголь продавали круглосуточно. На обратном пути, сильно превышая скорость, водитель не справился с управлением. Мы врезались в дерево. Это были секунды. Я вылетела через окно. Тогда мне казалось, что обе мои ноги были оторваны. В принципе, они держались только на кожу. По данным социологических исследований, 40% водителей признают, что печальный опыт автоаварии других людей удерживает их больше всего от попыток сесть за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы побудить водителей не садиться за руль в алкогольном опьянении, ЦСДД запустила информационную кампанию «Одна ошибка и жизнь сломана». Ну, мы выпили. Не слишком много, но этого хватило. «Ты во власть алкоголя. Кажется, что можешь все. Мы поехали купить еще. Того конкретного момента я не помню. Помню стекла, осколки. Увидел себя в зеркале по ту сторону, изуродованного, без будущего. Кто мне такого полюбит, если даже я сам себе полюбить не смогу?» Праздники очень короткие в этом году. И, конечно, времени мало, что люди или выберут водителя, который будет на следующий день уже полностью трезвым садиться за руль. Ну или как-то по-другому будет планировать эти праздники, чтобы никто не садился за руль в нетрезвом состоянии. Полиция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является правонарушением, за которое в качестве наказания предусматриваются штрафы от 140 до 1400 евро, административные аресты и лишение водительских прав сроком на пять лет. В дни праздников дорожная полиция будет работать в усиленном режиме. «Тех людей, которые вместе празднуют, смотреть, чтобы друзья, знакомые не садились за рулем в нетрезвом состоянии, чтобы не было этих трагедий, которые, к сожалению, иногда у нас случаются, когда люди безответственно относятся к тем вопросам, которые связаны с вождением и употреблением алкогольных напитков». Эвелс Дук, Лаурис Дундурс, Никита Корнев, Латвийское телевидение.